Природа Кольского полуострова по-настоящему завораживает своей суровой красотой и зазывает свяновых путников в свои леса. Этим летом и я не устоял перед желанием посетить край русского севера. В поиску отправился в компании геологов от профильного института. Основными задачами данной мини-экспедиции было произвести геологическую разведку в нескольких местах с целью обнаружения драгоценных камней. Нам предстоял путь от поселка Зеленоборский до безымянного озера за поселком Северный. В этих местах в средние века проходил путь из Финляндии в Белое море, по которым спускались сюда шведы. Путь проходил по рекам Уланга, Кума, Иова и Ковда. Последнее соединяло Ковдозеро с Белым морем через озеро Серях. Первый этап пути мы преодолели на моторном катере через Ковдозеро. При переезде наше внимание привлекли торчащие из воды верхушки мертвых деревьев. Оказалось, что все это последствия постройки Нежегубской ГЭС в конце 50-х годов 20-го века. Построили ее для снабжения электричеством юга Мурманской области. В результате этого уровень Ковдозеро поднялся на 8-9 метров и образовался водоем, включающий в себя Ковдозеро, Натозеро и множество более мелких озер. Лес в местах затопления по большей части успели вырубить, но даже сейчас можно встретить торчащие из воды стволы деревьев. Выгрузились мы в поселке Северный. Он расположен прямо на берегу Ковдозеро в окружении каменистых мысов и заливов. Сейчас поселок не населен так массово, как во время проведения активных работ по заготовке леса, что велись в 50-х годах в Карелии и Мурманской области. В разные годы в Северном проживало от 200 до 350 человек. В 1976 году в связи с уменьшением объемов вырубки леса лесопланк Северный был ликвидирован. Жители поселка переселены в поселок Селеноборский. В настоящее время существует небольшой дачный поселок, образованный местными жителями. Последующие переходы были уже пешие. По грунтовым дорогам, звериным тропам, торфяным лужам и болотам. Моей главной ошибкой было не взять с собой сапоги. Рабочие ботинки были явно не готовы к таким мокрым испытаниям. Но вес рюкзака в момент выезда вынудил меня оставить резиновых товарищей дома. По хорошо проходимой дороге мы продвинулись до развалин деревни Кичины, минуя брод. Жизнь в данной деревне была связана с заготовкой леса и постепенно затихла в середине 80-х с прекращением вырубок. Сейчас в поселке царит разруха и место, пригодного даже для временного пристанища, не находится. Во время дерева заготовок лес к местному значению сплавляли по озерам, и поэтому для удобства сплава на протоках между озерами были построены многочисленные деревянные плотины, гряжевые стенки и желоба. Одну из таких плотин мы как раз таки наблюдали на протоке между озерами средние и нижние Кичаны. Раньше она вероятно еще и играла роль моста, увы, сейчас перейти по ней не представляется возможным. Поэтому пошли в брод. Первым брод проверил руководитель группы. После одобрительных кивков штурмовать протоку отправились уже все вместе. Из-за обилия вещей делали несколько ходок по воде. Вродить получалось вполне комфортно. Камни на дне были не скользкие, а течение не сбивалось с ног. Также из остатков бывой цивилизации прямо на дороге валяется два деревянный баргас и проживевший буксир. Когда-то, судя по обилию стволов в заболоченной низине, здесь была заводь, где, возможно, формировали плоты и свежеспиленных деревьев для дальнейшей их транспортировки по воде. Дорога после брода становилась все более лесной, а болото все глубже. Потихоньку мы таки вышли к месту нашего предполагаемого лагеря. В следующие четыре дня мы базировались рядом с живописным болотистым озерцом, в окружении почеч комаров и мышки. Ближе к ночи я наблюдал яркие облески заката, зависшие над озером. На момент записи видео шел уже первый час ночи. Здесь за счет полярного дня намного светлее, чем в Петербурге, в период белых ночей. После завтрака мы выдвинулись на первый геологический маршрут. Нам было нужно найти место на возвышении относительно озера, рядом с ручьем. За счет определенных факторов это идеальное место для шурфа. Шурф по-простому это большая прямоугольная яма, необходимая для разведки полезных ископаемых на местности. При раскопках использовали лопаты и молотки. Процесс был достаточно энергозатратный, поэтому мы часто менялись. Машка не оставляла шансов, поэтому приходилось закрывать открытые участки тела в избежании множественных укусов. В первом шурфе после свой земли была песчаная прослойка. А затем мы уперлись в плашную скалу. В момент достижения коренных пород можно собирать образцы для промывки. Количество образцов замеряется ведра, а после фасуется по специальным мешочкам. Важным моментом при промывке является комфорт промывальщика. Поэтому на месте мы сооружали авторские кустарные скамейки. господин. Голос. Промывка достаточно муторный и длительный процесс. Нужно много мешать и процеживать земляной материал в воде. Оставшиеся на дне ведра небольшое количество материала переходят на следующий этап промывки, уже в лотке. Это нужно для окончательного отделения от глинистых и прочих неживательных фракций. Полученное небольшое количество материала уже отправляется на лабораторное исследование для выявления содержания того или иного полезного ископаемого. Грамотнотонно содержание в породе. Вместе в лагере для приготовления пищи был сделан очень удобный подвес для котла над костром. До этого я встречал только рогательность перекладины в базовом варианте. Оказалось, что можно сделать из ветки своеобразный крюк с зацепами, который будет фиксироваться на перекладине. Так намного удобнее снимать котел с костра и регулировать его положение. На третий день путешествия нас ждала вторая геолога-разведка. В этот раз мы вновь забрались в место близ ручья, недалеко от заболоченного озера. Дорога сменялась заросшей на бездорожье и перешла в Азимут по окрестным болотам. Болота, к слову, были не топкие, просто в них стояла вода. В ите обнаружили лосиную челюсть и несколько зубов. Погода освежила нас небольшим дождиком, а комары активно охотились за нашей кровью. Второй шурф был глубже предыдущего. До коренных пород пришлось преодолеть около 30 см плотной глины. Ее было очень увлекательно снимать с помощью геологического молоточка. Из-за прохождения глинистого слоя процесс раскопок затянулся, поэтому времени на промывку на месте уже не оставалось, и промывочный материал в полном объеме был транспортирован в лагерь. Перейти камеру! Так что мы делаем вот так. Так Vяalogится! На обратном пути я понял, что неминуемо промочу свои ботинки вновь, поэтому решил идти в тапочках садовода с толстыми носками, так можно и не выбирать дорогу и штурмовать любые уши. Субтитры создавал DimaTorzok С утра я сходил на небольшую радиалку к приятному болотному озерцу, с его берегов открывался вид на ближайшую гору, мне было очень в радость попрыгать здесь по паучьим островкам и помесить торфяную жижу. Субтитры создавал DimaTorzok В процессе промывочных работ выяснилось, что необходимо вернуться на место первого шурфа за дополнительной порцией грунта. Я вызвался прогуляться, тем более что особого знания и навыков для данного сбора не требовалось. Просто надо собрать землю из последней сыпанной изъемы кучки. У первого шурфа меня уже дожидались полчища комаров, голодные до человеческой кровушки. На пятый день мы были освобождены от раскопок. Три шурфа были уже вырыты и оставалось только домыть остатки образцов грунта. Время было потрачено с пользой. Было принято решение сходить радиально на лисью гору, чтобы созвониться с катером и сказать, что на завтра все в силе. Все перевернутые камни и медведи. Во время подъема мы наблюдали многочисленные перевернутые камни. Это проделки медведя. Из-под камня он слизывает личинки муравьев, пополняя запасы белка. С вершины горы открывается вид на лисье озера и множество безымянных озер. Вершина обозначена бетонным столбом и сложенными вокруг камнями. Абиту! Шестой день – день отъезда. Нам вновь было необходимо преодолеть путь до поселка Северный, хоть и с облегченными рюкзаками. Времени было заложено достаточно много, поэтому по пути мы сделали остановку на обед и дневной сон. На опыте я шел всю дорогу к тапочкам садовода, и это было явно правильным решением. Ботинки еще пригодятся для прогулок по цивилизации, а в мокрой насквозь обуви ходить еще то удовольствие. Ботинки еще пригодятся для прогулок по цивилизации. Ботинки с опозданием, но забрал заказной катер. Скоротать время помогли прогулки вдоль береговой линии Галдозера, вечерний сон на ветру и горячий чай от гостеприимных местных жителей. Наша мини-экспедиция оставила после себя очень приятные впечатления, и я уже строю планы по возвращению в эти края, но уже без геологической подоплеки. Хочется исследовать больше окрестных лесов, пройтись по обширным болотам, посетить другие заброшенные деревья, осмотреть развалины старых лесосплавных плотин и живопов, зайти на парочку небольших сопок и насладиться открывающимся с них видом. А пока я строю планы на следующий год, помните, что мох всему голова.